И в борьбу вступают лидеры. Алексей Ловчев, первый подход, 200. Держи, Ляша, держи. Держи. Ну что ж, неплохо. Долго готовился, настраивался, конечно же, где-то, я думаю, в голове сидит рывок. Прошлогоднего мира. Да, в мире, где нулевая оценка. 205 тогда начинали, многие потом корили, зачем так много. Но, по словам и Алексея, и его отца, в голове держали попытку установления мирового рекорда. 206 килограммов на штанге. В случае успеха первое место. Пока Алексей у нас на втором месте. Держи, Леша. Хорошо. Очень-очень неплохо. Очень неплохо. Уроженец города Карабаново, Владимирская область. Выступает за юность Москвы и Республику Коми. Также представляет интересы ЦСКА. 26 лет Алексею. И это очень хорошая попытка в рывке. Я думаю, минимум 10, а то и 11-12. Так. Что получается? 211 все-таки попытка. Не 208, не 209. И это заключительная попытка в рывке. Больше никого не осталось. И очень важно. Нужно создать гандикап перед толчком. Лежать. Хорошо. Пятнашка сегодня была бы, если бы не такая плотность результатов. 100%. Да. Молодец. Это увереннейший подход. Уверенная победа в рывке. Ждем просто. Изнываем толчка. Да, молодец Алексей Ловчев. Ну что ж, в рывке он полностью реабилитировался за прошлогодний чемпионат мира. Абсолютно. Взял золото, создал запас. Теперь главное четко отработать в толчке. В принципе, ну даже не обязательно поднимать много. Надо поднимать свое и выигрывать, в общем-то. Я думаю, Леша приехал в Штаты именно это и сделать. В 2013 году Алексей окончил Институт физической культуры и спорта Владимирского госуниверситета. Сейчас аспирант этого же университета. И приятная для нас итоговая таблица. Но плотность немножко не такая, как мы ожидали, а значительно выше. И Алексей Ловчев. Первая попытка, 242 и в случае успеха первое место в сумме. Лидер после рывка. Стоять, стоять! Хорошо, хорошая первая попытка. Выступая уже в толчке в прошлом году в Алматы, Алексей. Именно в этом упражнении толкнул 257 килограммов, имея нулевой результат в рывке. Все это было в прошлом году. 242 для разгона. Я думаю, что как-то так. Интересно, сколько пойдет ваша Талахадзе. Килограммы для Алексея, в принципе, рабочие. Рабочие, но... Хорошо на грудь. Есть чемпион мира этого года. Ну что ж, ждали. Очень хочу видеть попытку мирового рекорда. Далековато, я думаю, сегодня. И будет еще зависеть от подхода Марта Сейма. Март Сейм, я думаю, пойдет. Отец спрашивает, 62 идем? Надо, надо сходить. Хотя 62 это... Далеко не рекорд? Рекорд России, может быть? Нет, 60, по-моему, рекорд России, да? Смотрите, 248 килограммов. На 2 килограмма больше, чем год назад. Да. Так, 264 мы видим в заявку. 264. Ничего себе. О, да. Ну, на грудь-то надо постараться взять уж точно. Да, ну, все медали золотые. И Алексей на этом чемпионате у нас завоевал. И осталось только пощупать мировой рекорд. Возможно, на Олимпиаде придется это делать. Поэтому лучше быть уже так немного психологически готовым. Еще раз повторюсь, Алексей Ловчев, заслуженный мастер спорта России. Родился в городе Карабаново, Владимирская область. Но выступает он уже за юность Москвы и республику Комми. Интересы спортивного общества ЦСКА представляет. Да, дорогие друзья, мировой рекорд, попытка супертяжек. Довненько этого не было. Я не припомню. Ну, в рывке ходил Салеми, может быть. Да, ну, Реза Заде давно установил. Знаешь, где? В Париже, по-моему, Салеми ходил на рывок в 2011 году. Да, супер престижная, супертяжелая весовая категория. Уже чемпион мира этого года, с чем мы его, конечно же, и поздравляем. Но насколько ярко будет это сделано в случае успеха? Зал встречает Алексея. С трудом умещаются диски на штанге. Сразу 16 килограммов ко второй попытке. Леха, на грудь надо точно брать. Стоп! И держи, Леха! Держи, Держи, Леха! Есть мировой рекорд! Да! Не скоро кто-то подберется. 264 в историю вписывает себя Алексей Ловчев. Бит мировой рекорд Реза Заде. Это огромные килограммы, огромные. Кто следит за тяжелоатлетикой, понимает, что... Браво! Браво, Леха! Красавец! Да, такие килограммы, ну... Думали, что все. Рекорд Реза Заде будет стоять долго. На грудь, как легко он взял. Там 270 килограммов. Запас просто легче, чем 242 в первой попытке. Просто суперрезультат. Там Ашаян тут подбежал сразу на горяченькое. Вау! Что творится в Хьюстоне, ребята! Повезло зрителям в зале увидеть все это вживую. Да и на, Алексей, два ночи почти по Москве. И такие дела происходят. С ума сойдешь. Красавец. Супер выступление. Супер выступление. Просто других нет слов. Казалось бы, но ничего уже не надо. Ты чемпион. Я еще раз пообладу. Мировой рекорд супертяжелой весовой категории. Вы вообще вспомните, когда это происходило такое. О, Боже. Ух. Да. Леха, ты лучший. Лучший сегодня. Донеси эти килограммы до Олимпиады, пожалуйста. Сколько? 475, по-моему, сумма у нас получается. И мировой в сумме, что ли? Да. На 3 килограмма перекрывать. 2 мировых рекорда. 2 мировых рекорда. Вот так. Держите, иранцы. Нету больше. А нет, ну в рывке остались иранцы. Ну ничего, на Олимпиаде догоним. 475. Даже у меня сумма больше впечатляет. По-моему, это в истории тяжелоатлетики. При всех раскладках. Да, помним мы, что во времена Советского Союза поднимались в толчке чуть больше килограмма. Немножко, наверное, другие условия были. Но!